Включил ты свой? Уважаю, граждан Башкирия! Недавно я услыхал такую вещь, как на одной из оперативок при большом скоплении народа, которая возмущалась по поводу того, что у нас будет проведена танцы на костях под названием фольклериада. Ну, у нас болезни мало, надо еще занести, черт возьми, надо деньги отмывать в больницах наших, хороших, у нас все есть, мы всех вылечим. Услыхал такую вещь, когда наш глава администрации перешел на блатной жаргон и сказал, я вам тут не барыга. Естественно, я как гражданин Российской Федерации Республики Башкортостан понял, да, Радий Хабиров, вы не барыга. Барыги не могут, вы пахан. А почему вы паханы, я вам объясню. Сегодня в вашем правительстве собраны преступники. Вы их собирали, как пахан, вы собираете себе, как сказать, свиту будем говорить и так далее. Сегодня под судом и следствием находится замминистра ЖКХ, там министры еще какие-то что-то украли в Кумертовой. Что-то еще сегодня Цугундер грозит министру сельского хозяйства, что-то там опять украл. Я понимаю, если один случай – это случайность, два – это по-другому, как говорят, три – это закономерность. Так я хотел сказать, это что у вас за правительство? Это что, организованная преступная группировка, которая действует по указанию какого-то главаря, пахана? Да, как-то может быть так. А вы что, не видите, что вокруг вас преступники? Извините, пожалуйста, мы считаем вас паханом. Вы не достойны быть низшей иерархии воровского мира, каким-то барыгой. Эта барыга звучит как-то унизительно в отношении вас. Вы же хорошие, школу прошли. Вас хотели в 2014 году посадить, не получилось что-то там. Наверное, много украли, откупились, не знаю. Вот вас в 2007 году выгнали из партии «Единая Россия» за то, что вы 40 тысяч голосов переписали в пользу коммунистов и заставили ЦИКи в районах переписать результаты выборов. Вы и сегодня нам готовите эту вещь. Вместо того, чтобы сидеть уже за это дело, вас выгнали из «Единой России». Выгнали за действия недостойные и подрыв авторитета «Единой России» как партии достойной. Но мы сейчас поняли, она недостойная. Это партия воров и жуликов. Она принимает жуликов назад и ставит на вас большие ставки, чтобы вы и здесь провернули такую же аферу. Когда по мгновению вашей росписи учителя и врачи будут подписывать, подмахивать все документы, переписывать, только я говорю там «Учителя и врачи», я особенно обращаюсь к учителям, забудьте, не бойтесь ничего, имейте честь и совесть, вы воспитываетесь наших детей. Если вы занимаетесь такими делами, вы и наших детей воспитываете не в правильном области. После того, если «Единая Россия» выиграет выборы, России жить недолго, учителя, 70% вас будет уволено, потому что партия «Единая Россия» говорит это так, в школах учиться вредно. Нам не нужны умные люди, это говорит Греф, Чубас и так далее. Зачем нам нужны здесь умные люди, которые будут нам создавать проблемы, будут что-то требовать, кусок хлеба им получше дать, дорогу им сделать. Да нафига нам нужно? У нас есть нефтегаз, а эти люди нам, они не нужны. Извините, уважаемый пахан, если вы на меня обиделись, я претензий никаких иметь не буду. Но это вы затеяли этот разговор, это не мы. Я считаю, недостойно главе администрации выражаться в плане «барыги», я своих не сдаю, а свои это что, свои это барыги, что ли, свои, а мы народ чужие, что ли? Вы нам тоже могли бы объяснить такую вещь? Спасибо за это, перепечатки раздавайте, раздавайте. Только единственное, хочу обратить внимание, уважаемые граждане, мне и так уже угрожают, если у меня найдут в карманах наркотики и назовут меня наркодилером, допустим, могут назвать педофилом, на что я не способен, будем говорить так, на педофилии, это, конечно, нет. Я же не в Думе работаю, чтобы педофилией заниматься, я же законы соблюдаю, как сказать, я же не Наташка, которая экономически законы делает, или еще какие-то с голубизной, которые не могут принять закон о педофилии. Может, кастрацию, а может, их на севера всех, пусть белые олени там, или белые медведи, там, популяции падает, надо туда их отправить, чтобы она повысилась. Спасибо за внимание.